МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Нет одного секрета всего русского. Но если что-то русское, российское, поднимается ввысь, это такая высота, которую могут одолеть, подняться на нее единицы в мире. У нас очень сложная ситуация у художников, понимаете? Но сегодня ведь нет понятия профессионализм или, допустим, хороший колорист, хороший рисовальщик. Сегодня художники могут не уметь рисовать. На сегодняшний день это хороший признак. Стали покупать и вполне, так сказать, заслуженно, и заслуженные цены большие. Это некоторые картины соцреалистов. В искусстве соцреализма было очень много замечательных пассероп. Это работа, которая на меня очень сильное впечатление производит. Трудодни называется работа. Людям зарплату платили зернами. Вот они собрали этот урожай, и вот они все делят, все радостные, нарядные, что за эти трудодни можно будет получить зерно, и не будет голода. Apart from being a high-flying businessman and president of the Russian Chess Federation, Андрей Филатов also owns the largest private collection of Soviet art. Возникла идея, что все те коллекции, которые были вывезены в 90-х годах за границу, их приобретать, собрать в коллекцию и показывать по всему миру. Я вот помню первую выставку на Ближнем Востоке, когда мы привезли советское искусство, то нам планировалось месяц. А в итоге 4 месяца и полные залы, и люди с большим восхищением прилетали со всего мира, чтобы приобщиться к нашему советскому искусству. У меня люди там плакали у картин. Я был потрясен просто. Ну а дальше пошли уже идеи чтобы пропагандировать наше искусство через шахматы, через вино. . Андрей любит вино, и он любит искусство, и он действительно решил создать лучшее вино в мире, по чесноку. И он действительно его обожает. И в принципе, все что он делает, он делает искренне и по-честному. Л'idée д'exposer des étiquettes à travers la бутейль, это идея экстраординарная. Андрей Филатов, хозяйка, хозяйка, это бутейль, это бутейль, это бутейль, это бутейль, это бутейль, это бутейль, это бутейль. Я вот подсмотрел форму бутылки и решил ее использовать. Основная идея, чтобы он был на столе, и человек, который пробует вино, смотрит этикетку и начинает изучать художника, гуглить. Так вот возникает интерес к нашему искусству. Он не просто наслаждается вино, но и есть хороший повод узнать художник, поговорить, обсуждать за столом. Я куплю в 3-15 минут. Я куплю в 3-15 минут. И ты? Это очень хорошо. Это позволяет, сначала, увидеть пироги русские пироги через французский вин. И этот вин французский, через мир, будет также увидеть пироги русские пироги. У нас было этим летом большое достижение. Такой известный футболист, как Дэвид Бэкком, заказал наше вино в ресторане Лептимезон в Ницце. Ему оно очень понравилось. Он останавливался тогда дома Велтана Джона. Или он сам попробовал, или вместе. Но на утро он выставил пустую бутылку с картиной Репина, свой инстаграм и написал рукой «Спасибо за великое вино». И 58 миллионов человек ознакомились с картиной Репина 17 октября. Контракты подписаны с Соединенными Штатами Америки, с Абудаби, с Италией, Германией, Великобританией. Идет достаточно активная география. Великобритания вы можете заметить, что это очень красиво для ферментов. Юрий Гагарин находится в центре кувьер, и она находится в центре кувьер. Важно подчеркнуть что-то такое самое великое. Самое великое у нас это Гагарин. И вот эта картинка, она первая, на первом «Магнуме» 2014 года. С нее начался проект, и эта бутылка первая пошла с этой работы. Я показываю то, что люблю из моего детства. У нас еще великая музыка. Поэтому там совмещено и Гагарин, и Рахманинов, и архитектура, и Франция. Поэтому все вместе это и вот такой эффект дало. Возвращение в центре кувьер, Возвращение в центре кувьер, и великая музыка, и великая музыка, и композитор Рахманинов. Актуально, это наш миллионетий 2018, который великий великий баррик. с бомбой, с шейн. Музыка, это бибратинин. И так, эта музыка, Рахмайминов, дает ему позитивный сон в его развитии. Есть что-то особенное в русской музыке, неповторимое, что трогает человеческое сердце. Сергей Васильевич Рахманинов точно сказал, что музыка, имея в виду, конечно, и себя в том числе, рождается в сердце и идет к сердцу. Музыка, это любовь. Вот, я думаю, подспудно слушатели, иностранцы приходят на концерты русских исполнителей, российских, и они это чувствуют. Это невозможно не чувствовать. Не обязательно говорить или выступать с плакатами. Абсолютно музыка этого не требует. Она сама по себе скажет все и проникнет в душу человеческую. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok с германией, и на Субтитры создавал ДimaTorzok Субтитры создавал ДimaTorzok Когда мы ехали, мы хотим вернуться. Это очень важно. Мы находимся в Каве-миллесиме, где мы находимся 12 этакетов для каждого миллилесима, на 2014, 2015 и 2016. Мы находимся в Каве-миллесе, где мы находимся в Каве-миллесе. Мы находимся в Каве-миллесе, где мы находимся в Каве-миллесе, где мы находимся в Каве-миллесе. Разрыв в 150 раз не может быть. Все очень субъективно. К каждой стороне есть свои предпочтения. Кстати, разрезанная поросенка Херс – это самая дорогая свинья в мире пока. Одна половинка была продана за 5 миллионов паундов, каждая половинка. То есть целиком склеенный поросенок – это 10 миллионов паундов. Это намного больше, чем 10 миллионов долларов. У нас очень большая семья. У Андрея есть двое детей от первого брака. То есть мне может подсказывать? Ты не подскажешь ничего, не волнуйся. И у нас еще общих четыре. Старшему из которых 5 лет. И никто из них не близнецы. Они у нас все по годке. Старшие девочки Катя и Ульяна – им 14,8. А младшие наши общие – это Юрий, ему 5. Валюша – ей 3. Вася – ему 2. И Галина – ей 8 месяцев. У нас многодетный папа. Андрей всегда хотел большую семью. И я тоже хотела большую. Но я никогда не могла представить, что будет столько. Но я невероятно счастлива, что их столько много. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Есть такая высокая награда – материнская слава. Я очень мечтаю, чтобы вот моя жена получила эту материнскую славу. Это 7 плюс. СМЕХ У нас дети говорят на русском, французском, английском и китайском. Китайский, наверное, самый сложный для них. Но мы решили, что это невероятный плюс будет в будущем. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА И я, и я, и я, и я. Так что делают русские? Не сдаются и не поддаются. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА У нас всегда шумно, весело. Самое главное в доме – это детский смех. Вообще, он суперпапа, конечно. Он в курсе всего, что важно в жизни детей. Появление новых поклонников в жизни Кати. Творческих успехов Ульяны. Он знает все про лучших друзей Юры, которые у него в школе. Он любит свои дети очень сильно. И я думаю, это самое главное в его жизни. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Всего два производителя во Франции используют герб нашей страны. Кристалл шампанское – там герб Российской империи. Потому что Николай II оказал большое влияние на дизайн бутылки. И вот герб Советского Союза используется на нашем вине. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Я родился в Советском Союзе. Я воспитывался на этом искусстве. И поэтому, используя сегодня свои возможности, я продвигаю советское искусство через выставки, вино, через шахматы. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА В 2012 году мы проводили в Третьяковке чемпионат мира по шахматам. Пять миллионов человек посетило онлайн-трансляцию. И охват был больше 90 стран в мире. А символом матча был Виктор Попков. Его работа «Бригада отдыхает». Анатолий Евгеньевич Карков, 12-й чемпион мира. Андрей Васильевич Хилатов, президент Российской шахматной федерации. Анатолий Евгеньевич Карков, не только 12-й чемпион мира, но еще и председатель Кипчицкого совета шахматной федерации Свердловской области. На всякий случай вице-президент российской шахматной федерации. Он учил меня, отец, играть шахматами. И через увлечение детства я почти всю свою жизнь связан с шахматами. Нельзя подсказывать. Девчонки играют очень хорошо, но они уже взрослые, Катя и Ульяна. Юра начал только недавно, полгода назад. Вот он абсолютно шахматный ребенок. Потому что я хочу быть чемпионом мира. Улечка, а ты за кого болеешь? За Юру или за Катюшу? За Катюшу. Папа, ты? А я за всех. За что бы я ни бралась, мне все очень интересно. Я люблю учиться, я люблю узнавать, я люблю искусство. Мне все нравится. И как бы если папе доставляет радость и удовольствие, что я играю в шахматы, то почему бы не порадовать папу? Я думаю... Я думаю... О чем? Я думаю... Я думаю, Катюра. Катюра? Да. Мне не сколько шахматы интересно, сколько искусство папа собирает еще искусство. Мне больше эта сфера интересна. Картина, которая больше всего мне нравится из папиной коллекции, это гравюр и Садко. Садко, потому что это картина, которую я рассказывала принцу Чарльзу. У папы была выставка в Лондоне. Мы подошли к картине Садко, и принц Чарльз совсем не понимал, кто такой Садко, что это вообще за персонаж. Никто не мог из присутствующих, то есть ни папы, ни Лены, рассказать, кто такой Садко четкими словами. Потому что до него просто не доходило. А я как раз недавно, неделю назад изучала эту работу, изучала сюжет. Я просто свободно ему рассказала, что это такое, рассказала легенду. Вот и все. Знаменитая работа Попкова называется «Весна в депо». Первая его такая масштабная работа написана в 58-м году. Работник депо ухаживает за этими колесами. И идет девушка, которой он пытается заигрывать. Ей нравится, видно по работе, что он с ней заигрывает. Но она делает вид, что не обращает внимания. И здесь, как символ, вот эти вот листочки этой весны, в том, что между ними начинается любовь. И такая, вроде все так сурово, вот, железнодорожное депо. А здесь видно, что самое главное в жизни – это любовь. У Андрея есть невероятное чутье понимания искусства, а у меня есть невероятное чутье понимания и любовь к Андрею Васильевичу. Он чувствует, когда картина несет энергию. Он подходит к картине, и он сразу определяет, это шедевр или нет. И это, конечно, талант. И он любит искусство, а я люблю его. И, наверное, вот здесь наши интересы совпадают. Она моя, мастровая, ты самая любимая. Все. Ура! Нет страны сейчас, в которой не было бы проблем. А это очень хорошо чувствуют люди. Очень многие устали от этого. Устали от политики. Устали от войн, устали от многих проблем. Политика, к сожалению, влияет на нашу жизнь. Но после того, как слушатель из резюме уходит из концертного зала, он забывает о многих вещах, которые существуют в каждой стране. Пусть вот так же нет. Но все зависит от того, как вы не знаете. Это затронули. Товторый поколевшим. И я испытываю. Пусть вот так же снизу идет. Он забываю. Продолжение следует...